Энергичный и творческий Мне кажется, характер можно изменить Но в какой-то большей степени он, конечно, врожденный Книга Толстого Алексея Айлита и гипербаллоид инженера Гарина Там какой-то дух свободы, творчество и фантастика Мне нравится От плохого настроения мне нравится слушать песни Юрия Антонова Мое любимое время года в Петербурге – это лето Во-первых, тепло, солнца много Я такой солнечный человек Вот, наверное, поэтому Из волшебных вещей я бы выбрал, наверное, шапку-невидимку Потому что можно много вещей узнать Здравствуйте, меня зовут Соколов Дмитрий Андреевич Я музыкант и специальность моя – гитарист Профессия гитариста заключается в том, чтобы Как любого музыканта нести музыку людям Свет, все-таки музыка – это язык Бога Как многие знают Здесь много различных реалий жизни Это и аккомпанемент, и сольная игра, и в ансамбле Все это очень-очень интересно Андре Сеговера, великий гитарист 20 века, говорил, что он сравнивал инструменты, как острова в океане И вот он говорил «мой остров гитара» То есть это такой инструмент многообразный вообще Столько всяких тембровых красок, различных приемов То есть недаром Бетховен называл гитару, что это маленький оркестр Дерево, которое резонирует, вибрирует, струны То есть это вот инструмент камерный, интимный, задушевный То есть и вы его к сердцу всегда прикладываете Понимаете, это всегда импонирует людям Это интересно И располагает То есть ты берешь струну гитарную, и она поет Прямо вот как гитаристом я решил где-то лет 14-15 А так мне всегда нравилось В жизни человека случай имеет большую достаточно роль И вот у моего отца был компакт-диск с гитарой Назывался он «Гитаризма», как я сейчас помню Там было множество различных гитар И акустика, и электрогитара, и фламенко-гитара Мне там нравилось, пару треков нравилось Я вот буквально их приходил со школы, включал, слушал Мне просто звук понравился, и мне захотелось Вот было огромное желание играть, вот именно повторить эту мелодию Вот именно так же сыграть Мама поддержала меня, она увидела, что как-то я начал музыку слушать, что-то такое И она говорит, может быть давай школу попробуем на музыкальную Я говорю, ну да, почему нет? Когда музыкантам показывают каких-то гитаристов, в первую очередь Вильямса ставят запись как эталон Ну и можно назвать, это его учителем Андреас Сеговия, который благодаря ему в 20 веке вот такой бум гитары произошел Открывались классы гитары в консерваториях, в школах Вот где Сеговия побывал, все там как грибы А еще одно имя можно назвать, это естественно Пака де Луси Фламенко гитарист, тоже гений, самородок Так вот исторически сложилось, что гитара связана с Испанией Но не только с Испанией, в Италии тоже гитара процветала и не менее, чем в Испании И во Франции была, и в Германии гитара Хорошая книга, я считаю, что тут Виноградова в Паганини Ведь Паганини был гитаристом, мало кто знает Он был превосходным гитаристом У него около 500 сочинений для гитары И около 50 сонат для скрипки с гитарой То есть огромный репертуар для гитары И он давал концерты с гитаристом Луи Джелиньяни Они менялись, тот на скрипке еще играл, они менялись скрипкой гитары Они меняли инструмент Цель должна быть Главная цель, это не куда ты идешь, а к кому ты идешь То есть к педагогу Нужно выбрать преподавателя Мне кажется, неправильно вуз выбирать Но это тоже правильно, там, престиж или еще что-то Я в Москве учился, в Несенском училище И пришел к преподавателю на прослушивание Мне он понравился, я решил к нему поступать Если человек хочет стать музыкантом, то уже участь в школе Ему следует обратить внимание пристально на математику Геометрию, алгебру, физику, еще что-то И гуманитарные предметы, такие как литература, история Потому что внутренний мир, он может быть даже важнее, чем считать Может быть даже рисование, я еще добавился Ну в общем-то все они важны, физкультура тоже важна Если физически как бы силен, то это же еще физический труд Быть музыкантом Для человека, который хочет стать гитаристом Очень важно записаться в объединение или кружок Сальфеджио, фортепиано, это все большой плюс пойдет Следующий момент, это театральное может быть объединение Потому что человек, который не выступает часто Это для него стресс вообще Вообще на сцене находится большой стресс И ответственность, и в этом плане, конечно, театрально оно расковывает Ну и, конечно же, стоит записаться в объединение гитары Если человек фламенко играет, он явно предположен к какому-то экспрессии Ну интровертности здесь есть, конечно, место Тут трудно сказать, это уже от человека зависит Стандартный день гитариста начинается, ну я просто с своего дня Ну встал, умылся, позавтракал Может даже до завтрака взять гитару поиграть Либо после Обязательно позаниматься с утра нужно Ну если есть какое-то время Вы знаете, как молитва утренняя Взял гитару, инструмент, и ты уже чувствуешь себя человеком Ну дальше на работу Учить учеников Трудному ремеслу Вечером пришел, тоже позаниматься надо Вообще заниматься нужно каждый день Каждый день заниматься по Два часа минимум, два-три часа Чтобы держать руки в форме Это я всегда сравниваю как спортсмены Если они не занимаются день-два, все, они уже не в форме Здесь все вместе вкупе и физическое, и интеллектуальное Потому что приходится думать Фразировка, пение, форма произведения Особенно если какой-то аккомпанемент Там же если импровизировать, нужно сообразить Какая тональность, какой переход сделать Услышать Здесь Ну устная нагрузка достаточно такая, серьезная Руки это средство наше Это вот инструмент воспроизведения музыки Самым сложным в профессии гитариста является Звукоизвлечение Ну, по моему мнению Потому что, как я уже говорил Интересный инструмент Множество различных тембров И управлять звуком достаточно сложно Хорошо управлять звуком То есть это большое искусство Работа музыканта, она предрасположена к тому, чтобы постоянно учиться Постоянно совершенствовать свое мастерство Обычно записываемся на курсы повышения квалификаций Либо ты сам записываешься на мастер-класс Какого-то гитариста, выдающегося профессора Из какой-нибудь Берлинской консерватории И ты с ним занимаешься на мастер-классе И ты узнаешь что-то новое Конечно же, я чувствую зал, атмосферу зала И я стараюсь зал завлечь, увлечь своей игрой И часто получается это сделать Но если не получается, тогда можно чуть скорректировать программу Поменять произведение какое-то Почувствовать, что вот сейчас пойдет, что не пойдет Я основал и сделал фестиваль русской музыки для гитары имени Сихра и Высоцкого в Санкт-Петербурге И мы несем, пропагандируем русскую музыку гитарную Современных композиторов для шестиструнной и семиструнной гитары Я исполнитель на шестиструнной и на семиструнной гитаре Россия богата талантами, как ни одна другая страна Очень много талантливых композиторов, гитаристов, которых не знают И вот наша задача нашего фестиваля Показывать новые имена, нести новую музыку Здесь поле для деятельности вообще огромнейшее И не надо этого бояться, что там вот публики не хватит на всех Как говорил и говорит мой профессор Евгений Финкельштейн Он говорит, публики хватит на всех Вы знаете, я думаю, что я сделал правильный выбор в жизни Но считаю, что это не профессия, это просто образ жизни Это ритм жизни Ты либо его выбираешь и принимаешь Либо нет То есть это ритм жизни такой Юный друг Если ты хочешь стать гитаристом Тебе нужно постоянно вдохновляться Как это можно делать? Это и чтение книг, и походы на концерты, и в театр И обязательно слушать музыку выдающихся исполнителей Не обязательно гитаристов, но в первую очередь, конечно, гитаристов Старайся не зацикливаться только на гитаре Потому что, чтобы стать хорошим музыкантом, гитаристом Нужно развиваться еще внутренне Должна быть внутренняя жизнь Нужно развиваться всесторонне Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!